В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Около трех тысяч жителей Ленинского городского округа приняли участие в крещенских купаниях. Вообще вот так здорово! Снегопады не дают передохнуть автомобилистам, пешеходам и коммунальщикам. Последние трудятся практически в режиме нон-стоп. У нас механизации на данный момент в принципе практически в нормате, его достаточно. На телеканале Видное ТВ завершился фотоконкурс, посвященный выходу реалити-шоу «Большой мяч». Я посещаю достаточно много матчей с участием видновского металлурга. Сегодня православные отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. По всей России в храмах проходят торжественные богослужения. Начинаются они 18 января в Крещенский сочельник. На следующий день совершается божественная литургия в честь Крещения Господня. Традиционно освещаются купели, символизирующие воды Ордани. И многие православные окунаются в них с верой в Божью милость. В Ленинском городском округе организовано 9 таких мест. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил подготовку купелей. В первую очередь их безопасность. Он побывал на Дрожинском пруду в поселке Бутово. Традиционно здесь приходят сотни людей. В том году, например, столкнулись, что толщина льда была недостаточно большая. И в момент большого скопления народа на льду начала выходить вода. Вот в этом году готовились к этому и, оказывается, счистяли снег для того, лед намерзал. За счет этого удалось достигнуть толщины льда более 30 сантиметров. И сейчас опасений не вызывает. Подсветка, теплые палатки, горячий чай. Всем этим будут обеспечены люди, желающие в Крещенскую ночь окунуться в освещенные купели. Безопасность в местах омовений будут обеспечивать сотрудники МЧС. Купели оборудованы согласно методических рекомендаций главного управления МЧС по Московской области. То есть устроены сходы, ступеньки. Они оборудованы улавливателями. То есть фактически у людей, которые будут проходить омовение, возможности уйти под лед не будет. Но, тем не менее, на каждой купели у нас по три, по четыре сотрудника будет дежурить. Это только МЧС и областной противопожарной службы. Также сотрудники УВД и полиции. Три тысячи верующих в Крещенскую ночь собрались у организованных купелей. В деревне Богданиха, на Большом Людовненском пруду, чей на освещение воды совершил благочинный церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин. Господи, помилуй, по мере всего мира, благостояния святой Божией в церкви и соединении всех. Господу помолимся, Господи, помилуй. Освещение воды в купеле на Большом Людовненском пруду совершил благочинный церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин. Несмотря на промозглый холод, людей собралось немало. Многие, у кого православные традиции передаются из поколения в поколение, приехали семьями. Праздник начинается 18 числа утром. Это сочельник. И в этот день с утра происходит особая служба сочельника, служба ожидания этого праздника. Она уникальная. Одна такая служба бывает только раз в году. Потом совершается все ночные. То есть день сочельника – это, по сути, такие богослужения. А далее, обычно ночью освящают воду. Ну, а завтра, конечно, главная служба праздника – божественная литургия в день Крещения Господня. И также второй раз освящается вода, еще раз освящается вода. И люди могут и как в течение сочельника набирать воду, это одинаковая вода, так же и после. Окунаться в прорубь – праздник Великого Крещения, давняя русская традиция, не имеющая сакраментального значения. И церковь не обязывает строго ее соблюдать. Но многие верующие считают эту традицию очень важной для себя. Желающих окунуться в купель оказалось предостаточно. Первыми в воду вошли отец и сын Гастимские. 12-летний Григорий сделал это впервые. У меня все время не получалось. Я только в этом году смог окунуться. Первый раз ощущение, когда окунаешься, не можешь дышать, ну, когда выныриваешь. И страшно немного. А сейчас? А сейчас тепло. Ради чего вы все это делаете? Ради веры в Господа нашего Иисуса Христа, конечно. То есть мы с утра причастились в храме, и вот, соответственно, вечером к крещенскому купанию уже зашли. Ну, я переживал за сына, потому что я уже это делал, а он первый раз. И это, конечно, ну, это прямо торжественно. Всех, кто окунулся в освещенную воду, переполняли чувства. Скажите, два слова. Волшебно! Вообще, вот так здорово! Случайных людей, спешащих за экстримом, либо в угоду современным тенденциям, мы не встретили. Есть страх какой-то, нет? Вы знаете, летом пробовал, окунался, где-то в прорубь, ну, не прорубь, а купель была 4-6 градусов. Это в Ливицкой области, в монастыре, в Чеплыгине. Ну, вот попробую сейчас здесь. Я думаю, с Божьей помощью все выйдет. Вокруг купели постоянно находились спасатели, полицейские, дежурили медики. Но окунание проходило спокойно, не торопясь. И люди высоко оценили организацию. Прекрасно. Все хорошо. Народу мало. Все. Вода теплая. Все желающие могли переодеться в теплой палатке и согреться горячим чаем. Большой самовар установили в шатре, где можно было посидеть за столами и поделиться только что полученными впечатлениями. Тем более, что для кого-то предстоял неблизкий путь домой. Среди участников мероприятия было много гостей Ленинского округа и столицы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В продолжении темы. В Крещенский сочельник в Центре здоровья и отдыха «Термовидное», который расположен в торговом центре галереи 918, провели чин освещения воды в бассейнах и специальных купелях. В оздоровительном комплексе такое мероприятие проходило впервые. В Крещении считается, что вся вода обладает целебными свойствами, но особенно почитаема та, которую осветили. В сети оздоровительных комплексов термы приглашения священнослужителей для освещения бассейнов и купелей в канун праздника уже стало традицией. У нас приходит батюшка и освещает воду и купели в бассейнах для всех, кто может прийти к нам, окунуться в ледяную купель, в теплую купель, в бассейн у нас освещен. То есть в ближайшие дни в нашем центре здоровья и отдыха будет вода освещена, все бассейны освещены, и любой желающий сможет в комфортных условиях прикоснуться к святой воде. В центре здоровья и отдыха «Термовидное», который расположен в торговом центре галереи 918, чин освещения воды прошел впервые. Батюшка уже осветил воду, он осветил нашу обычную купель, она стационарная, осветил два наших бассейна и еще одну горячую купель на дровах. Елена и Павел Андреевы – постоянные посетители терм. Семейной паре очень понравилась новая традиция. Видели, да, батюшка проходил, ну и сразу залезли сюда, уже в освещенные. Очень классно, супер. Для смены обстановки в центре города почти, очень супер. Погреться, скажем так, понежиться в песке, там даже есть песчаная сауна, погреть ножки. Игорь Войтенко окунается в проруби каждый год. В оздоровительном комплексе также выбрал купель с холодной водой, по ощущениям приближенной к настоящей ледяной. Отличная вода. Все замечательно, чувствую себя комфортно. Я уже здесь полгода работаю банщиком, как бы не привыкать к этим процедурам. Да и так занимаюсь моржеванием. Но не все могут окунуться в ледяную купель. В бассейне под открытым небом температура воды всегда комфортная. От 34 до 36 градусов. И позволяет с удовольствием плавать даже зимой. Вначале, когда ты окунаешься, тебе холодно, а когда уже вылезаешь, тогда уже тепло, как бы. Это хорошо. 19 января в праздник Крещения центр будет открыт для посетителей с 8 утра до полуночи. Окунуться в освещенную воду может любой желающий. Как отмечают сотрудники центра, они ожидают в этот день порядка тысячи человек. Вода будет горячая, холодная для любого возраста. От младенцев до пенсионеров. Все смогут окунуться, не заболеть. Мы заботимся о здоровье. Все-таки мы за здоровый образ жизни, за бани, за то, чтобы люди оздоровлялись и были здоровыми. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Нынешняя зима выдалась довольно суровой. Снегопады буквально не дают передохнуть автомобилистам, пешеходам и коммунальщикам. Последние трудятся практически в режиме нон-стоп. Но, увы, проблемные точки на карте округа все же есть. В этом году зима бьет все рекорды по количеству снегопадов. Поэтому коммунальщикам приходится не сладко. Только подразделения дорожного хозяйства МБУ «Дурсейры» ежесуточно вывозят с дорог более тысячи кубических метров снега. Оно обслуживает около 350 километров муниципальных автомобильных дорог. Было изосходано в декабре месяце порядка 5000 тонн пескосоли. И там около 200 тонн реагентов. В январе, уже на сегодняшний день, порядка 3000 тонн пескосоляной смеси уже изосходована. Проблемы с уборкой проезжих частей чаще всего возникают в новых микрорайонах, рабочих поселках Боброво и Дрожжино, в пригороде лесное. Большое количество автотранспорта и хаотичная парковка в неположенных местах затрудняют здесь механическую уборку. «У нас механизации на данный момент практически в нормативе, его достаточно, чтобы содержать в нормативном состоянии дороги. Но вот в таких местах, именно в новых микрорайонах, пока еще порядок полностью не наведен, это все в процессе. Это поможет нам механизированным способом очищать проезжую часть без привлечения дополнительных сил. Сейчас в работе задействовано порядка 30 единиц техники, ночью к ним добавляется еще 15. Параллельно идет расчистка от снега пешеходных зон и общественных мест силами восьми бригад». «Проблемных точек, откровенно говоря, много. В этом году погода нас испытывает на прочность. Сегодня задействована 51 единица уборочной техники и 19 единиц вспомогательной техники». На данный момент коммунальщики очищают от снега проспект Ленинского комсомола, улицы Лемешко и Радужную, Битцевский и Советские проезды. В день ручным и механизированным способом чистятся около 30 километров тротуаров. Мы спросили у видновчан, как они оценивают работы по очистке улиц. «Ужасно. Почему ужасно?» «Потому что или скользко, или снега по колено. Когда снег, они соль сыпят, а когда лед, ничего нет. Вот ходим, как на конечках. И по всему городу?» «По всему городу. Я на ПЛК живу. У нас там тоже ужасно. Ну, какие-то центральные улицы чистят, а так основные. «Нормально. Ну, правда, некоторые дворы завалены. Ну, а так пройти можно». «То есть, в принципе, в целом на какую оценку?» «Четыре». «На червёрчку, да?» «Ох, скользко не посыпают. Её ж падает». «Отлично. Я вообще так-то автовладелец, частенько я за рулём. Справляются вполне». Налёт и отсутствие противогололёдных реагентов на тротуарах жалуются многие жители. Мы попросили прокомментировать ситуацию с наледью. «У нас есть реагент, но он не такой, как бы, активный, да, и не приносит большого вреда. Но он сыпется уже после того, как уберётся снег. Вот как только мы снег уберём, или мы даже делаем это параллельно, убираем снег и начинаем просыпать реагенты». В ближайших планах Дорсервиса – приобретение новой техники и создание штаба по уборке, куда должны войти как представители подразделений, благоустройства и дорожного хозяйства, так и управляющих компаний. Ну, а синоптики обещают нам очередной снегопад уже в эту пятницу. Коммунальщики уже переведены в режим готовности. Да и автомобилистам не стоит убирать далеко лопаты. Могут пригодиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. У нас в студии заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по поликлинической сети Елена Зинатулина. Елена Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о ситуации с COVID-19 в Ленинском городском округе. Ситуация по COVID-19 за эту неделю очень сильно усложнилась. Мы отмечаем резкий прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией, резкое повышение количества обращений за оказанием медицинской помощи на дому. Если у нас за новогодние праздники всего было 109 случаев, за прошедшую неделю у нас уже 440 новых случаев, зараженных COVID-19. Это подтвержденных лабораторно с ПЦР положительным мазком. И, конечно, количество вызовов у нас увеличилось. Если у нас в день поступало где-то 1300-1400, то уже начиная с понедельника у нас более 3000 вызовов на дом за получение медицинской помощи на дому. В связи с таким резким приростом по новой коронавирусной инфекции нам пришлось немножко изменить работу всей амбулаторно-поликлинической сети. Мы приняли решение, отменили полностью диспансеризацию отделения профилактики, закрыли, так как врачи, многих врачей вывели на обслуживание вызовов на дому. Выведены узкие специалисты. У нас тоже ограничили частично плановую медицинскую помощь именно по узкопрофильным специальностям, так как тоже эти врачи-специалисты выведены либо работой в кабинеты неотложной медицинской помощи, либо для оказания медицинской помощи людям, которые нуждаются на дому в Казани. Вызовов очень много. Значит, ресурсов, конечно, нам недостаточно для того, чтобы перекрыть 3000 вызовов. Это очень большой объем для именно наших первичного звена здравоохранения. Врачи-узские специалисты, они у нас все имеют обучение специально по проведенной полученной сертификаты по COVID-19, значит, мы усилили работу кабинетов неотложной медицинской помощи в отделении неотложной помощи взрослой поликлиники. У нас сейчас там работают три кабинета, значит, принимают всех без записи. И, конечно, мы очень просим наших граждан, жителей, чтобы все-таки с температуры до 38 все-таки обратиться в кабинет неотложной медицинской помощи, свыше 38 уже вызывать на дом. Потому что на сегодняшний момент у нас в действительности, особенно и по городу, таких крупных подразделений, Бутово парк, Южная поликлиника, где колоссальное количество вызовов, где именно новостройки, идет задержка в обслуживании базовов более 20 уже 4-х часов. Но, к сожалению, просто из-за недостатков наших ресурсов врачей. Если у нас какая-то часть уже врачей на больничные листы ушли, мы думаем, что это все-таки идет распространение нового штамма омикрона. Пока нам говорить о тяжести заболевания, именно как омикрон отражается на пациентах, но вот по предыдущей неделе медик отмечает все-таки, что омикрон в тяжелых случаях не так много. То есть по госпитализации у нас стационар не перегружен. Но все-таки они протекают пока более-менее в легкой степени тяжести, больше на амбулаторном этапе. Поэтому пока идет нагрузка именно на амбулаторное поликлиническое звено. Как-то можно отличить новый штамм предыдущего? Нет, симптомы практически одинаковые, потому что верификацию не проводится. Верификация проводится именно на омикрон только для граждан, которые прибыли из неблагополучных стран. Но по постановлению Роспотребнадзора у нас 14 стран неблагополучных по омикрону. Там ЮАР, Гонконг, Эфиопия, Танзания. Только лица оттуда прибывшие, у них берется ПЦР-мазок и отправляются именно в специализированные лаборатории для верификации омикрона. Но учитывая, что такой резкий всплеск мы увидели, причем мы это заметили в выходные дни, то мы думаем все-таки по уже опыту, что это очень контагиозный вирус, быстро идет распространение, именно распространяется сейчас и этот штамп. Вопрос по ревакцинации. Когда ее необходимо делать? Мы хотим, конечно, чтобы жители соблюдали меры безопасности и, естественно, прошли все ревакцинации. Ревакцинация повторная. Подлежат лица, которые перенесли ковид, и уже которых прошло 6 месяцев. И после предыдущей вакцинации, когда было тоже, если прошло 6 месяцев, нужно уже повторить ревакцинацию. Вакцины есть в достаточном количестве во всех пунктах вакцинации. Спутник Лайт, Вико Вивак у нас поступил. Поэтому пункты вакцинации все работают в штатном режиме. Очень просим прийти привиться, потому что по статистике в мае, в июне, которые сейчас должны привиться, ревакцинироваться, их более 41 тысяч населения, которые не получили, привились, но не получили еще повторную ревакцинацию. Появилась ли какая-то вакцина для детей? Да, да. Значит, появилась ли у нас, должна поступить прямо на днях, мы ждем вакцинацию для подростков от 12 до 17 лет. Это будет вакцина гамма-спутник ковид-М. Будем прививать в детской также поликлинике в стационарных секундах вакцинация. И планируем делать выездные бригады в образовательные учреждения, потому что это дети-подростки, которые учатся в школе. Конечно, будет собираться информированное согласие от родителей, от законных представителей для проведения вакцинации у данной категории подростков. Елена Валентиновна, спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что у нас в студии была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по поликлинической сети Елена Зинатулина. На телеканале Видное ТВ завершился фотоконкурс, посвященный выходу реалити-шоу «Большой мяч». Любителям мотобола было предложено разместить свои фотографии на тему этого вида спорта и побороться за ценные призы. О победителе и торжественном награждении расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Дипломы и грамоты, их много. Видное ТВ неоднократно доказывал, что один из лучших телеканалов Московской области. Светлана Авдонина и мечтать не могла, что однажды окажется на студии Видное ТВ и окунется в творческую атмосферу создания телевидения. Такая возможность ей представилась благодаря активной жизненной позиции. Видновчанка увидела в социальных сетях объявление о старте фотоконкурса, посвященного мотобольной команде «Металлург» и, не раздумывая, приняла участие. Я посещаю достаточно много матчей с участием видновского «Металлурга». Это сила, мощь, это драйв, это сильные мужчины. Фотоконкурс «Металлург Ван Лав» в социальных сетях «Видное ТВ» стартовал в сентябре. Приурочен он был к выходу новое реалити-шоу «Большой мяч» о жизни видновского мотобольного клуба «Металлург». Участникам было предложено разместить свои фотографии, связанные с этим видом спорта. Победитель выбирался из числа тех, кто выполнил все правила. Торжественное награждение состоялось на студии телеканала. Светлану Авдонину поздравил президент мотобольной команды Валерий Нефантьев. Он вручил победительнице памятную книгу о клубе, где свои подписи оставили все игроки «Металлурга». Авдонина и Светлана Десергеевна от спортивного клуба «Металлурга». Ну и видите, ребята все расписались. Очень приятно. Благодаря. Очень ценно. Спасибо. Спасибо вам за участие. А директор салона красоты, который стал генеральным спонсором проведения фотоконкурса, подарила Светлане ценный приз за победу. Рады были тоже поучаствовать. Удивительно, что победительница, конечно, девушка, тоже наш профиль. Подарили ей сертификат, которым она может воспользоваться на свое усмотрение. Либо привезти детей, либо прийти сама. Я думаю, что ей понравится. Самый салон общего такого профиля. Как оказалось, Светлана Авдонина – болельщица со стажем. Будучи уроженкой Коврова, где также, как и видно, развит этот вид спорта, она с детства увлекается игрой в мяч на мотоциклах. Поэтому свою победу считает заслуженной и очень рада такому вниманию. Я очень рада, что теперь посетим новый салон и будем читать книгу «Металлурга» и с удовольствием изучать мотоциклы и смотреть на сильных дяденек. Реалити-шоу «Большой мяч» на Видное ТВ выходит каждый первый четверг месяца. В нем мы приоткроем закулисье видновского мотобола. Юлия Погосян, Александр Логиев, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Отгремели новогодние праздники, но это не повод, чтобы перестать совершать чудеса. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Вуевич и Александр Баюклин в компании с Дедом Морозом посетили несколько семей поселка совхоза имени Ленина. В этом году главный зимний волшебник решил задержаться в поселке чуть подольше. В рамках акции «Елка желаний» он вместе со своими помощниками пришел в гости к маленьким жителям и преподнес им несколько подарков. Это как в детстве, как будто сам получил подарок. Шикарное ощущение. Ребятишки такие, зайцы теплые. В общей сложности 12 детей из многодетных и находящихся в сложных жизненных ситуациях семей в поселке совхоза имени Ленина получили подарки в рамках акции «Елка желаний». Мне очень нравится, что у нас сейчас, как говорится, в тренде такие акции, когда каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу, и его мечта и желание обязательно исполнится. Я считаю, что положительные эмоции и радость детям обязательно должны дарить взрослые. Акция была проведена при поддержке агрокомплекса «Рота Агра» и общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова